Тереза Мэй хочет убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов по примеру Лондон. Однако нервным заявлением Мэй по делу Скрипаля поддались далеко не все. Греция, Венгрия, Италия и Кипр потребовали предъявить доказательства причастности Москвы. В Германии усомнились, что у Лондона есть нечто сенсационное, что заставит ЕС ввести новые антироссийские санкции. Но в любом случае уровень полемики на эту тему поражает. Дипломаты бросаются неподтвержденными обвинениями. Представитель Госдепа прямую нашу страну чуть ли уже не приговорил. Мы, конечно, ждем извинений. Хотелось бы понять, в чем причина такой истерики. Ну, конечно, мы своим гражданам все рассказали, объяснили, показали. Я думаю, что действительно все искренне уверены в том, что такой запредельный уровень цинизма мы в отношении к России давно не видели. То есть для нас это понятно. Нам мы, так сказать, акценты расставили. Вопрос только в том, что там вот дальше, за ленточкой, что называется, за этой самой заграницей, нас никто, по большому счету, не слышит. А если и что-то слышит, то не хочет слушать. А это значит, что все-таки путем таких провокаций, она была не первая, так сказать, но такая провокация нынешняя, она уж какая-то больно беспредельная. Они все-таки ломают новый барьер в этом логике информационного давления на Россию и делают возможным то, что еще недавно считалось абсолютно невозможным. То есть надо сказать, что они с каждым шагом все ниже и ниже опускают планку критического отношения к любому обвинению против России. И в этом смысле не имеет даже значения, зачем они там это задумывали, обравдать ли военный бюджет или еще что-то, о чем мы много раз говорили, демонизировать Россию. Но мы видим, как они все больше и больше действительно эту ситуацию загоняют в положение того, что любое обвинение против России, любое, вообще любое, оно правдивое. Почему? Потому что Россия. То есть на вопрос, где доказательства, он говорит, потому что Россия, больше ничего говорить не надо. Потому что, потому, потому что это Россия и все, собственно говоря, вот вам яркий представитель здесь стоит. Вы тут даже в перерыве пытались ему что-то такое втемяшить, 20 лет живет в России. Потому что Россия. Все, других ответов никаких нету. Потому что Россия, секунду, Майкл, а то я сейчас начну перебивать и мало не покажется. Потому что Россия, она такая, что она по-другому никак не может. И надо признать, что вот выходить из этой ситуации обратно на какое-то более доверительное отношение будет крайне сложно, если вообще возможно. Но проблема-то вот в чем. Проблема-то в том, что мы все эти годы все пытались вписаться в некую систему обязательств международных. Систему договоров, систему доверия. Я помню, сколько мы об этом говорили, сколько лет мы говорили, что это нужно, потому что именно это даст нам возможность куда-то там идти, потепление и прочее, прочее. Вот вам ответ на нашу добрую волю. Это чтобы на будущее мы знали, что такое поиск доверия на Западе, что такое попытка выполнять ими установленные международные нормы. Что такое вообще там попытка искать здравый смысл? Здравый смысл будет работать только до тех пор, пока он будет работать на них. А если он будет работать на нас, он их как здравый смысл совершенно не интересует. Здесь вот вопрос в том, как нам выработать оптимальную форму поведения в этой новой ситуации. Потому что она на самом деле состоялась. Новая ситуация, в которой Россия виновата априори, она состоялась. Да, это в значительной степени перефраз исторических, то есть тоже событий прошлого. Но тем не менее сейчас, в нынешней ситуации, когда мы находимся в ином геополитическом положении, чем это было и во времена Второй мировой войны, и до этого, это положение другое. Нам надо понять, как нам действовать вот в этой информационной картинке, где мы всегда во всём виноваты. А нас призывают соблюдать каждую запятую во всех международных договорах. Каждую запятую. И мы вроде как всё время им доказываем, что смотрите, мы каждую запятую соблюдаем. Посмотрите, вот это мы поставили, эту поставили, эту поставили. Здесь надо, мне кажется, вырабатывать какую-то другую позицию. Не ту, что вот они нам такую гадость подстроили, и мы им давайте такую же подстроим, по примеру, рейндж-ровера или бейлийского пистолета. Нет, нету. Здесь зеркально отвечать нельзя. Но здесь надо найти такой асимметричный, как у нас любят говорить, ответ, который бы учитывал специфику сложившейся ситуации. Это первое. Второе. По поводу всё-таки практических последствий. Вот дело Скрипаля, оно обсуждается, развивается и прочее, прочее. Вопрос только в том, выйдут ли они, пока они не могут выйти, или не хотят, не знаю, выйдут ли они на новый уровень санкций против России на основании этого дела. Потому что это будет тоже, так сказать, другой перевод вот этой ситуации в ещё более брутальное качество. Вот смогут ли они на фоне этого вывести какой-то новый пакет санкций? Пока, я думаю, мне кажется, что скорее всего нет. Но, тем не менее, к этому, видимо, дело ведётся. И если они найдут по этому поводу общий язык с американцами, то, пожалуй, даже такое абсурдное дело может стать новой проблемой для нас. И надо прогнозировать свои действия в этой ситуации. Смотрите. И сейчас что нам инкриминирует? Что Россия их обманула. И не уничтожила химическое оружие. Что есть некие тайные лаборатории. То есть, тем самым они говорят следующее. Мы возвращаемся в гонку химического оружия, потому что Россия, на самом деле, не только где-то у себя имеет лаборатории, но и впервые после Второй мировой войны использовала боевое отравляющее существо на территории Европы. То есть, они, если угодно, развязывают совершенно новый этап, может быть, даже не осознавая, гонки вооружения, в которой у них уже есть некое преимущество. Потому что своё химическое оружие они не успели уничтожить, а мы уничтожили пол. Два слова буквально, у меня ещё два слова. Понимаете, это нам урок. Мы все эти годы всё пытались бежать, выпрыгивая из штанов, демонстрируя свою добрую волю. Не успели подписать договор, а мы уже всё ликвидировали. Вы ещё даже не начали, вы даже не задавались, а мы всё ликвидировали. Мы пятёрошники. У нас такая же ситуация с оружейным плутоном. Мы пятёрошники. У нас точно такая ситуация с оружейным плутоном. Мы сели, они... Мы свой уже тыц, американцы говорят, у нас нет на это денег. Они указали на место за парты, а себе избрали роль учителя с линейкой. А мы не рады были показывать свои пятёрки. Вот это и раньше было вредно, и сейчас не нужно. Я слышу эту песню, Сергей, в той или иной форме каждой передачи. Это не песня, это стихотворение. Лирика, да. Что Запад ненавидит Россию, потому что это Россия. Завидует Россию, не хочет сил на Россию, боятся России. Так я же кремлёвский пропагандист. Факт. Что мы сделали неправильно? Вы постоянно лжёте. Вы не ответили ни одно ваше преступление. Постоянно. Как вы ответили за уничтожение Ирака? Да. Вы вторглись в Ирак по придуманному поводу. Чем вы ответили за уничтожение Ирака? Это бессмысленно. Ещё раз говорю, чем вы ответили? Это бессмысленно. Вы лгали по поводу Ирака с пробиркой? Это бессмысленно. Вы лгали или нет? Запад не доверяет Россию. Вы лгали или не лгали? Не доверяйте. Я ещё раз спрашиваю. Это же Витя Визуна. Ещё раз спрашиваю. Вы солгали миру? Я говорю доверие к России. Я ещё раз говорю. Вы солгали или не солгали? Если вы хотите говорить о доверии к России, вы проиграете. Вы не понимаете главного. Мы всегда побеждаем. Да. Вы солгали по Ираку или нет? Ты переворишь стрелку. Я перечислил. Майкл, вы способны ответить? Вы солгали по Ираку или нет? Я считаю, что было химическое оружие. Мы говорили об этом сто раз. Но это не было поводом до вторжения в Ирак. Мы сам ликвидировались. Точно так же. Вы мне раз... Но репутация США выше, чем в России. Наша репутация выше. Тимошечка говорит про Ирак сто тысяч раз. Наша репутация выше вашей. Нет. Конечно. В мире нет. Я могу сказать, в чём здесь смысл. В мире, да. В чём здесь смысл? И дело Скрипалей показывает это. Дело Скрипалей ещё раз показывает. А вот, кстати, Китай что сказала по делу Скрипалей? А Индия что сказала по делу Скрипалей? Они сказали. Это вся ваша поддержка? Минутки. Это вся наша поддержка? Количество людей превосходит всю вашу поддержку. Вы расисты. Что сказал Китай? А, Китай, Индия для вас не важны, да? Они не люди, нет? Ну, действительно, кто-то очень специфичный поддержит. Нет, нет, нет. Нет, ну, вот, понимаете, в том-то и дело. А где к возмущению Китая? Что говорит господин Бом? Ну, то, что он говорит, это понятно, да. Но что, в принципе, какова позиция американцев? Она состоит в простой совершенно вещи. Вот вы о них рассказывали, о традиции Запада. Она состоит в простой вещи. Мы, американцы, можем говорить и делать всё, что угодно, и у нас репутация будет высокая, потому что у нас сила. Всё. Всё. И больше ничего. У нас есть сила. И если вы нам вдруг не верите, мы или устроим вам плохую жизнь, или просто свернём голову. Вот и всё. На самом деле вы, Майкл, Запад, да, полностью дискредитировали своё понятие доверия. Доверие не зависит от количества союзников. Доверие не зависит от количества денег. Доверие не зависит от волового продукта. Доверие зависит от того, выполняете своё слово или не выполняете. Говорите вы правду или лжёте. Больше только доверия. А в вашей стране, Майкл, в вашей стране, Майкл, ложь и правду давно перепутали. У вас правда – это то, что подкреплено деньгами и силой. Вот это правда. А ложь, ложь, так сказать, может тоже быть правдой, если под нее подвели соответствующую базу и наняли достаточное количество адвокатов. Понимаете, в чем проблема вашей страны? Ваша страна, на самом деле, добро и зло поменяла местами. Вы даже не ощущаете, чем вы занимаетесь в этом мире. Вы правду приравняли к деньгам. Вот где деньги, там и правда. В чем правда, американец? В деньгах. И это абсолютно истина, это совершенно точная критика. Секунду, это точная характеристика вашей цивилизации. Это ваша здоровая голова? Вы нам еще за Фейсбук ответите. Почему вы весь мир обманули Фейсбуком? Вот сейчас Израиль возбудила уголовное дело. Владимир, подождите, дайте мне ответить. Они ответят, а почему вы всех обманули? Нормальным людям, у которых правда и ложь там, где и положено. Но что касается доверия, в этом есть манипулятивный момент, в котором тоже какая-то часть истины в этом есть. Знаете, почему они говорят о доверии? Что вы не доверяете? А потому что мы этого доверия много лет ищем. Потому что мы очень его хотим. Потому что мы очень ловим уже 30 лет каждый сигнал оттуда. И это, поймите, это придает их позиции дополнительную силу. Поэтому они могут так ерничать, изгаляться, говорить, что вот, знаете, вот наша правда, она настоящая. А мы вам не доверяем, даже если нет никаких доказательств. Нам не надо искать этого доверия бесконечно. Хватит заискивать, так сказать, юлить, подползать к туфле и просить, ну поверьте нам, поверьте. Они чувствуют, что мы ее ищем, и от этого становятся еще сильнее и еще циничнее. Циничнее, понимаете? А на самом деле, всегда их доверие и недоверие базировалось только на одном. Могут они в морду получить или нет? Если они в рыло могут получить и получают иногда, у них сразу доверия становится больше. А если они понимают, что им никто ничего сделать не может, у них доверия сразу меньше. Кстати, почему ваш американский президент обманул с Моникой Левинской весь народ? Майкл, вы этот мир превратили в зоопарк. Он и так зоопарком является и всю жизнь таким был. Но вы этот зоопарк возвели в ранг глобального закона. Майкл это подтверждает. Вот какая логика, да? Они пытаются же сказать, почему Россия совершила преступление. Потому что у них ответ есть. Россия совершает любые преступления, потому что Россия маниакальная страна, которая считает для себя абсолютно естественным и правильным совершать преступления. Это такой же для них был бы странный вопрос, поэтому не надо искать некую логику, объясни. Но это маниакальные убийцы, страна, которого сглавляет человек, о котором уже впрямую садятся вопросы. Правда или нет, спрашивают английские школьники, что это главное. То есть поэтому, по большому счёту, как они ведут? Ну Россия, ты же маниак. В подворотне нас ждёт маниак. Хочет нас насадить на грючок. Я этого не говорил. Это не ты говорил, это бед. И тоже не ты, а Логутенко. Надо знать российскую классику. Я не сказал, что Россия стоит за группой мумий-троллей. Дело лучше тебе понравится. Наши внутренние оппозиционеры перенимают даже вплоть до риторики вот эти штампы. Всему миру хорошо известно, что в России нет выборов. В любой нормальной стране это не так. И все это понимают. А откуда это идёт? Вот оттуда. Всем хорошо известно, что Россия плохая страна. А мне кажется, всё наоборот. Весь мир знает, что США плохая страна. Обманщиков, агрессоров и воров. И все, кто представляет интересы, такие же. А на самом деле Россия хорошая страна. Это знают все. Все, Майкл, кроме тебя. Майкл, а сколько в Америке бездомно? Сколько союзников России и столько союзников. Весь мир знает, что американские союзники это всего лишь шестёрки, где подставные мидеры. Майкл, а сколько было союзников у нацистской Германии? А вам шестерки нужны, это весь мир знает. Майкл, а в 41-м году сколько было союзников у нацистской Германии? Много. Понятно, спасибо. Италия. Да, Карамберия. Италия? Италия, Португалия, Испания. Это примерно? Это для вас осознание, что когда вы тянетесь к союзникам, посмотрите, кого, подо что и как вы собираете. Если вы гордитесь как союзники уничтожением Югославии, если вы гордитесь как союзники той трагедии, которую принесли народу Ирака, если вы гордитесь как союзники тому ужасу, который вы до сих пор устраиваете народу Йемена, то может вам очнуться надо на секундочку? И все знают, что Гильдера на американские деньги привели к Вастину. Это действительно. Спасибо.